Привет, друзья! Тут одно письмо я получил. Вот, здравствуйте, Хосай Магаевич, меня зовут, я не называю имя. Я звонила вам три дня по поводу депрессии. Вы сказали написать вам и рассказать, что изменилось. Извините, в двух словах не получилось. Рассказываю. Два дня по утрам у меня была эйфория. Я всех любила, могла горы свернуть, и в то же время хотелось просто наслаждаться в этом состоянии. Вчера и сегодня эйфории не было, но ушел ком между горлом и сердечными чакрами. Я, самая удивительная, дочь, которая вчера от меня нос воротила, ведь депрессия, я хожу мрачная, ни с кем не общаюсь, и она обижается. Сегодня сама подошла и показала платье, которое пошила, разговаривает со мной, как ни в чем не бывало. Вчера пришла подружка дочери, сели за стол. Раньше бы я поела и ушла, а здесь я сидела и общалась. В общем, отношения с дочерью налаживаются. А муж ходит мрачно, и не получается меня подцепить и подзарядиться, как он делал обычно 30 лет. Сегодня я не могла поймать состояние ключа, запаниковала, стал имитаться от синхронизации экстресс-тесту и обратно. Поднялся пласт подавленных эмоций, выступил пот, поняла, что цепляюсь, ожидаю результата. Пришла мысль пересмотреть ролик о волне. В глубине, подумала, состояние немного успокоилось, а сейчас где-то в глубине пробивается нирвана, а над ней надстройка, которая заставляет страдать. Я так понимаю, что если практиковать волну, то нирвана постепенно вытеснит надстройку и, надеясь, депрессия больше не вернется. Кстати, когда писала Черновик, поняла, что почерк стал выравниваться. В общем, такие новости на сегодня. Благодарю вас за озырчивость и за уделенное мне время. Значит, я написал вот о чем. А вы посмотрели, как изменилась погода? Она написала. Да, погода изменилась, вчера было прохладнее. Я написал. А вы записываете 10 дней погоду. Атмосферное давление, раз, температура, два, дождь, ветер, три. Записываете в течение 10 дней. Она написала. Нет, вы об этом не говорили. А для чего это? А я говорю. Я говорил в ликбезах об этом сто раз. Чтобы не удивлялись. Когда состояние хуже, знали, что при этом нужно погоду посмотреть, и ушки разминать, и прочее. Она написала мне. Простите, я смотрела только ролики в ютубе, а ликбезы не видела. Хорошо, я наду ликбез и буду следить за погодой. Ну вот видите, друзья. Одно и то же мне приходится повторять по 100 раз. Потому что человек вниманием своим заточен только на то в этот момент, что у него болит. А все остальное его в этот момент интересовать не может. Потому что там, где внимание, там и сознание. А внимание там, где болит, тот вопрос, который его волнует. И поэтому не все смотрит. Пожалуйста, ликбезы смотрите бесплатные. Там очень много советов. И пожалуйста, записывайте 10-12 дней. Атмосферное давление повторяю. Температуру повторяю. Дождь, ветер, геммагнитную ситуацию. Чтобы потом, когда у вас ухудшается состояние, просто глянув на погоду, оказывается дождь пошел. Оказывается, вот температура изменилась. И тогда знаете, что в этот момент надо ушки разминать. Надо точечки массировать. А потом уже делать волну. И она дает уже такой хороший эффект. Ну понятно, да? Очень хорошо, друзья. До встречи.